Кто мешает молитву Иисусова произнести? От всей души, с вниманием, только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия и души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Сам дрянь дрянью, а всё твердит, я не такой, как прочие люди. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, её членом. Человек, забудь, что ты должен думать о каком-то смысле жизни, о каком-то мировоззрении. Ты животный, и больше ничего. Понятно тебе? Никакого Бога нет! Никакого неба нет! Нет неба! Есть вот то, что мы видим, чем мы живём. И только... Стоп! Что такое? Неужели нет ничего святого на земле? Неужели нет у меня совести? Неужели нет таких, таких великих истин, как великодушие, милосердие, любовь к другому человеку, искренность? Неужели ничего нет? Вы знаете, я иногда перед тем, как идти навстречу с кем-то, всегда какую-нибудь книгу вот так, закрыв глаза, подхожу к полке и начинаю так, раз, что попадётся. Представляете? Правда, хороший способ? Представьте себе, я думал, что Библию попадётся, например, правда же? Или какой-нибудь Иоанн Златоуст. Златоуст. А вместо этого мне попалась книжка «Греческая мифология». О, Боже мой! Думаю, опять язычество. И опять уже, ну, второй раз, не ошибусь, открываю греческую мифологию. И что же вы думаете, там я нашёл? Открылось на Геракле. Геракл – самый прославленный герой древней греческой мифологии. Может быть, кто-то и скрывается там за этой мифической фигурой. Ну, что ж, ну, думаю, ну, Геракл так Геракл, была, не была, значит, тогда так и положено. Значит, вы больше всего, наверное, то есть вы, те, с кем я встречаться буду, интересуются именно этой стороной жизни. А какой? Ну, я, конечно, прочитал, что там наделал Геракл. Он очень много сделал. Ну, 12 подвигов и плюс ещё, не меньше столько же. Но обратил внимание на один из эпизодов его жизни, только прочитав который, я сразу понял, почему я открыл даже не Библию, а греческую мифологию. Что же я открыл? Смертельную схватку Геракла с Антеем. Поясню. Антей – это тоже фигура, скажем, мифологическая, мифическая. Сын. Сын Земли. Богини Земли. Геи. Это непобедимый герой. Это великан и богатырь. С ним, конечно, никто не мог справиться. Ну, кроме Геракла. Геракл несколько раз, обладая могучей силой, кидает его на землю. Уже всё, побеждает его, бросает на землю. Всё, победа! И смотрит, о чудо! После каждого этого броска Антей встаёт, как будто только что начинает бой. Геракл забыл, что Антей – сын Земли. И как только он прикасается к Земле, мать Земля вновь возвращает ему все силы. И только тут Геракл понял. Тогда он схватил Антей, оторвал его от земли и здесь победил его. Вы вот сейчас слушаете и скажете, что за чушь такой несёт тот человек? Приехали в Трое Сергию, Лавру, в духовную школу, а тут какой-то Геракл, какой-то Антей, сын Земли. Да, Антей. Но сам Геракл, правда, сын Зевса. Вы подумайте, у Верховного Божества всё-таки как-никак. Я так подумал. Как интересно, что оказывается, так называемая мифология у многих древних народов и, в частности, у греков, как она в своей форме передавала идеи, которые крайне важны для человеческой жизни. Здесь, оказывается, открылся сюжет, я бы сказал, принципиальной важности для жизни каждого человека. Мы все с одной стороны, с одной стороны, сыны чери земли и всего земного, что связано с нами. Ешь, пей, веселись. Другой стороны нас есть иная сторона. Ведь вы знаете, в чём заключается животная жизнь? Животный не думает ни о каком смысле жизни. У животного нет мировоззрения. Вы слышите? Мировоззрения нет. Можете себе представить? Могу. А как? А очень многие даже и не думают о мировоззрении. Живут вот этими потребностями, как живут и животные. Живут только ими и не думают о самом главном вопросе. Жизнь зачем-то мне дана? Зачем? Более того, не только не думают, но даже не оставляют себе времени на это подумать. И что же происходит с человеком, который даже не думает о смысле жизни, который не имеет даже мировоззрения? Ты веруешь? Ну, да, может, что-то есть. Другой. Да нет, думаю, ничего нет. И всё. А где же твои убеждения? Даже не думает об этом. Вот. Все потребности, которые возникают, и так идёт, идёт, идёт. Вдруг смотрят, а уже всё. Ему говорят, ваше время истекло. Как? Но уже поздно. И хорошо, если над гробом со святыми упокой, а то и этого даже не будет. Вот в этом мифе греческом посмотрите, как интересно, в какой форме, прям такой увлекающей, я бы сказал, интригующей форме вдруг показан бой, смертельный бой сына Зевса с сыном Земли. И что? Что? Кто? Кто в этот раз победит? Вот что происходит в каждом человеке. Одна из очень сильных, враждебных человеку идеологий, который постоянно работает, но который сейчас работает с особенно большой силой, это идеология, которую можно выразить в очень краткой форме, но о которой, к сожалению, даже и не знают многие, не только не знают, это скрывают, это самым тщательным образом скрывают это, чтобы не дай Бог, кто узнал. Потому что, если кто узнает, то он скажет, эй, эй, извините, я не такой простак. И знаете, в чём заключается суть этой идеологии? Всего в одной фразе. Прежде всего, она относится к поколению, ну, естественно, молодому, который только что ещё, который ещё зелёные веточки, который можно повернуть в любую сторону, и вверх, и вниз, и вбок, и вправо, и влево, куда угодно. А фраза-то какая! О! Запомнить стоит на всю жизнь и эта идеология своим девизом, своим флагом, своим догматом поставила разноздать, чтобы взноздать. Вот это да! Разноздать! Человек, забудь, что ты должен думать о каком-то смысле жизни, о каком-то мировоззрении. Ты животный и больше ничего. Понятно тебе? Тебе Дарвин написал происхождение Видал. Разве не знаете? Всё произошло! Всё произошло само собой! Само собой! Никакого Бога нет! Никакого неба нет! Нет неба! Есть вот то, что мы видим, чем мы живём, и только оставь всё разноздать, чтобы взноздать. Кажется, звучит вот так сказать абстрактно, отвлечённо? Отвлечённо? Откройте, нажмите кнопку этого ящика под названием телевизор и посмотрите, что там покажут! Что там покажут? Многие уже сейчас смотреть даже не могут. До какого дошли уже, я не знаю, уже нет слов. Разнуздывают человека в дрепеске освобождение всех самых низменных инстинктов, надругательство над человеком. Когда-то давно-давно это было, в прошлом тысячелетии. Я помню, довольно часто ездил по заграницам и там иногда включал этот несчастный ящик и удивлялся, да что ж там творится? Что здесь, воспитывают скотов, что ли? Издевательства, что ли, над человеком? Даже не покажут серьёзного человека, что такое? И у нас после перестройки да здравствует свобода! И теперь без постельных режимов, то есть не режимов, сцен, конечно, без этих гадостей, измен, надругательств, насмешек, ничего и трудно даже сказать, берут классику, переделывают великолепные постановки, которые ещё были в советское время, сейчас переделывают так, что он носит как сумасшедший, нет серьёзного отношения к жизни, не вздумайте серьёзно задуматься, поймите, вы животные, ясно вам? И больше ничего, а если в голове какой-то компьютер, так пусть он занимается только одним, чем же заниматься он нужен? Деньги и развлечения, больше ничего. Деньги и развлечения, больше ничего в жизни не должно быть у тебя, человек. Ты животное, понятно тебе или нет, или непонятно ты ещё? Ничего мы сделаем, что будет понятно. Вот реальность, перед которой сейчас мы стоим. и эта идея всё с большей силой используя все технические достижения, все СМИ, которые только возможны. Я сказал, телевизор, Господи, а интернет что делает? Ещё в 10 раз хуже. А посмотрите, наши рекламы. А какие сцены там показывают только? Всё, нет человека. Животное не думает о смысле жизни. И ты, человек, должен не думать, а жить только тем, что тебе подсказывает твоя вот эта животная природа. И всё. Понятно? Пока мы ставим точку. Обождите немножко, и мы поставим восклицательный знак. Вот то, перед чем мы стоим, и что, конечно, нас ожидает. И как всегда было, есть, и хотелось бы надеяться, что будет, всегда находятся люди, которые говорят «Стоп! Что такое? Неужели нет ничего святого на земле? Неужели нет у меня совести? Неужели нет таких, таких великих истин, как великодушие, милосердие, любовь к другому человеку, искренность? Неужели ничего нет? человек? Но дело вот в чем, что все эти положительные свойства, качества, все эти положительные нормы, или, если хотите, идеалы, ведь они где выражены с огромной силой, напряжением и призывом, это именно в христианстве. В Евангелии они выражены. Причем с такой силой, которая у противников, вот у этих идеологов, о которых мы говорили, вызывает не что-нибудь, не протест, нет, ненависть. Причем какую ненависть? Вы обратите внимание, кто когда-нибудь открывал Евангелие, вы только посмотрите, Христа распять. За что? Какое преступление сделал? Сам Пилат говорил, понял, да, что по зависти только это делают с ним? Посмотрите затем историю. Вы знаете, что примерно 250 лет, ну, собственно, начиная, если говорить с самого начала, то 300 лет Римская империя на уровне императорской, на уровне государственной власти преследовала христиан. Почему? Непонятно. проповедует же, кажется, правду, борьбу за истину, святой жизни. Кругом не знаю, что творилось, ничего, все религии позволены. Пожалуйста, друг христианства, враг человечества. Сейчас, к вашему сведению, каждые 5-6 минут по официальной статистике, никакой не церковной статистики, только обращаю ваше внимание, чтобы не подумали, там придумают. Нет, нет! Каждые 5-6 минут погибает христианин только за то, что он является христианином. Вы слышите? Не за какие-нибудь другие вещи, не за преступления, а именно за убеждения. что-то невероятное происходит! Я сказал, погибает 5, каждые 5-6 минут погибает христианин. Но, допустим, в Европе ещё не погибает. Но что творится? Статистика говорит, потрясающее увеличение кощунств, надругательств, всяких безобразий, которые творятся в отношении церквей. Святынь, например, Христов. У нас кое-где тоже иногда срезают. Идёт какая-то идея борьбы с христианством и со Христом. Идёт прямая борьба. Как началась распятие Христа, так до сих пор опять теперь она поднимается с огромной силой. Это надо знать. Это нетрудно знать. Это немножко просто посмотреть эти вещи и всё. Ничего нового я не говорю и чего-то удивительного. Правда, если кто не знал, то знайте. Вопрос в другом. Почему это происходит? В чём дело? Где же Бог? Мы же говорим о всемогуществе Божьем. Не правда ли? Куда же Бог смотрит-то? если Он всемогущий? Что же Он не может защитить и всех этих извергов наказать как следует? Не правда ли? Что же мы скажем на это? Надо запомнить, если бы действительно Бог мог силой управлять человеком? Он он бы не позволил грехопадению в раю. Ну, правда же? Взял бы Еве, дал подзатыльник, ты куда лезешь? Яблоко срывать до преображения. Вы понимаете до преображения, да? А то ещё многие не понимают. В церкви, ну, у нас есть обыча на Руси освящать плоды, плоды на преображение. И до преображения, значит, ну, надо воздержаться хотя бы сколько там, день, два, неделю, ну, чтобы, ну, и потом уже на преображении освящаются все эти плоды и уже можно спокойно есть. Ну, вот, в шутливой форме говорят так, Ева до преображения сорвала яблоко и съела. Представляете, какой ужас-то! Какой только грех совершил! Невероятно! Что с ней делать? Так вот, есть если бы Богу нужно было держать человека в раю, он бы, наверное, нашел бы, правда, средства. В том-то и дело, что Богу нужен человек с его свободой, выбора, добра или зла, с его стремлением. Свобода нужна Богу, а не насильственное подчинение. Так вот, почему все происходит, вот эти вот вещи, от начала до настоящего времени и развиваются сейчас с огромной силой? Происходит вот почему. потому что оказывается, что мы забываем вот то, что в человеке существует то и другое, и то низменное, что мы видим, и то высокое, о чем говорит ему совесть, о чем говорит ему ум, то и другое. И в зависимости от духовного, общего духовного состояния людей возникают те или иные последствия в нашей окружающей жизни. Существуют духовные законы. Помните в Библии, кто читал когда-нибудь историю хотя бы с Ниневией, когда Бог пророку Ионе говорит, иди и скажи Ниневитя нам. Они жили великолепно, видимо, разбогатели. Не жизнь, а Малиина. И царь был очень хороший, такой, знаете, но лучше не придумаешь, какой царь. Тот, о котором сейчас мечтают у нас очень многие. Нам бы такого царя, который всех этих мошенников и прочее, нам бы жить. Знаете, какой идеал, как бы нам жить? Вы знаете, кто такое аскориды? В желудке живут там кишечники. Копаются в изобилии просто. Больше им ничего не надо. Идеал аскориды. Так вот, Ниневитя, видимо, уже жили таким образом. А закон-то, он такой духовный, что, когда человек, чем больше человек развращается, тем оказывается больше навлекает на себя, на чего скорбей и страданий. Нельзя нарушать законы. Мы знаем, как юридические законы нарушать. Сажать в тюрьму. Мы знаем, что значит нарушить законы природы. Посмотрите, наш научно-технический прогресс, бурное развитие! Развивались, изумлялись, красота, восхищались, гордимся! И вдруг и вдруг слышим. Учёные сейчас во весь голос кричат изо всей мочи – стоп! Мы губим землю, рубим сук, на котором сидим! Вода отравлена, воздух отравлен, земля отравлена, мы отравляем буквально, пустыни наступают, леса исчезают. Всё! Что такое? Сейчас пока ещё продаём чистую воду в бутылках, скоро будем чистый воздух в бутылках продавать и вынюхивать оттуда. добились. Добились. Нельзя нарушать законы природы. Поняли? Кажется, поняли. Не поняли другого. Также существуют духовные законы жизни, которые точно также отзываются на человеческой жизни, как и нарушение прочих законов. Нельзя! Нельзя лгать! Нельзя обманывать! Нельзя воровать! Нельзя убивать! Нельзя нарушать справедливость! Нельзя ненавидеть! Почему нельзя? Почему нельзя? А оказывается по очень простой причине. Существуют же законы духовной жизни и каждое его нарушение подобно тому, подобно тому, который мы видим в этой окружающей жизни. Нельзя жить человеку, погрузившись в воду. Почему? Захлебнётся. Нельзя человеку летать, как птица. разобьётся. Это мы понимаем? Понимаем. Нельзя ходить по гвоздям, по битому стеклу. Это мы понимаем. Вы послушайте, это мы понимаем. То, что касается нашей кожи, это я понимаю. Босиком по битому стеклу. Ну, кто же пойдёт вот это. Правда? Ой, какие умные-то! Какая умная наша кожа! Сразу начинает кричать, вопить. Вы что? Человек, опомнись! А когда нам говорят, что так же нельзя лугать, притворяться, обижать других людей, ненавидеть, завидовать, осуждать, тиранить, это я не понимаю. Это я не понимаю. Вот, оказывается, причина, почему происходят те негативные процессы, извините, негативные, нехорошо, отрицательные, болезненные, болезненные, то, что приносит страдания нам, вот, оказывается, откуда идёт, потому что человек является царём природы, не лев, а царь, человек, а человек является царём природы, и все нравственные, духовные нарушения, которые совершаются человеком, приносят страдания ему, а если народ погружается в это, то и народу, и человечеству. Более того, если обратиться, например, христианским книгам, например, есть книга Откровения Иоанна Богослова, в которой показывает в образной форме, какие бедствия ожидают человечество уже, человечество, поскольку оно отвращается от истины, от любви. Основной принцип христианской веры какое? Вы знаете, основной принцип любую, кому? Каждому человеку, независимо от его веры, от его расы, от его социального положения, каждому человеку прояви сострадание, милосердие, великодушие. Вот основной принцип христианства. Вот в чём заключается, если хотите, вся суть призыва Христа к человечеству. Только таким образом человек может и человечество может достигнуть благополучия Даши земного, не говоря уже о вечной жизни. Ну, вот так. Видите, оказывается, борьба Геракла с Антеем? Это смертельная действительно схватка. И только тогда Геракл победил, когда оторвал Антея от земли. Оторвал! Это совсем не означает, что мы не должны заботиться о том, что есть, что пить. Совсем нет! Речь вот о привязанности, о том, когда смыслом всей жизни человека является земля, земля, земля. Причём, причём, подумайте, какое безумие! Каждый день же мы знаем и видим, как умирают все люди. и бедные, и богатые, и славные, и неизвестные, и герои, и несчастные. Каждый, знаем, прикрашиваются сами, и вдруг всю душу, все мысли, все желания, все силы отдаём земле. «Тогда будет беда». Если человек хочет быть счастливым, то, насколько можно, помни о том, что у тебя, кроме твоей этой стороны, есть ещё другая сторона. Сторона, которую называют духовной. И духовность состоит вовсе не в том, чтобы получить просто знание, развитие. совсем не в этом. Можно какие угодно иметь знания и какое угодно развитие и быть сущим дьяволом. Нет! Достоинство человека состоит в святости его, если хотите, жизни, честности его. Его честности – вот в чём состоит самая суть человечности, которой призывается человек. Друзья, моя об этом почему говорю, что как-то мне кажется, что настолько это важно, что необходимо иногда, когда встречаемся, всё-таки вспоминать об этом, поскольку сейчас всё реже звучат слова о таких вещах и такие призывы. Как-то очень мало. Иногда и в церквах что мы делаем? Рассказываем о праздниках, о святых, о чудесах, о паломанчестве. Интересно, верно, интересно. А что на чудесах интересно, вы знаете, как? А что пишут святые чудеса, вызывая удивление, мало способствуют христианской жизни человека? Ой, да, чудо, ой, чудо, чудо, да, наверное, Бог есть, ну и ладно, Бог сам по себе, а я сам по себе. И он мне, в общем-то, и не нужен, а нужен только лишь для того, чтобы чудо совершилось, и всё, со мной, конечно, да, отчего-нибудь исцелиться, ой, это да, тут Бог мне нужен, а так вообще он и не нужен. Это очень важно, конечно, понимать и знать, в какую эпоху мы живём, с чем мы соприкасаемся сейчас, каково основное направление жизни, которое совершенно очевидно, очевидно, уже действует в нашей современности в настоящее время. Ну вот так, друзья мои, это было моё вступительное слово. А сейчас, почему я окончил? Потому что я понимаю, что всегда очень много вопросов, и оставить, оставить просто так, не дать возможности задать вопросы и поговорить о том, что беспокоит, это было бы очень нехорошо. Поэтому прошу вас, прошу вас, у кого что-то есть, что-то то, что действительно беспокоит, интересует и действительно является повесткой, если хотите, чуть ли не дня, то жизни даже, то, конечно. – Какие вы дадите практические рекомендации в повседневной жизни, как себя в безопасе, как от этого влияния, такого пагубного, именно людям, которые не монашествуют, которые живут в миру, которые общаются, ну, с такими же людьми, да? – Я бы назвал два таких важных момента. Первый из них связан вот с чем. Оказывается, наш, если хотите, мозг, слышите, куда мы поехали? Мозг устроен таким образом, что, оказывается, ни одно из впечатлений, которые у нас имеют место, зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом, ни одно не исчезает. Всё входит в копилку, копилку нашего подсознания. Все картины, как прекрасные, так и отвратительные, все погружаются там. Приходится иногда приводить просто такой, ну, пример. Приглашают на какой-то приём, какой-то очень богатый дом, роскошь невероятная, а люди вдруг заходят, потом вдруг хватается за нос и, извините, ой, я забыл, ой, мне необходимо, ой, со мной плохо и так далее. Что такое? И все сбегают. Оказывается, в этом великолепном доме в полу где-то отверстие есть, а там, в подполье, не ахайте только, затаите дыхание, крыса сдохла, и трупный запах оттуда прёт. Ужас какой! Отчего это происходит? Откуда? Всё, что мы видим и слышим, всё, что мы переживаем, никуда не исчезает. Поэтому первое, что требуется – обезопасить себя от всяких гадостей. Каких? зрительных, слуховых, мыслительных. Вы знаете, мысль может поднять человека, а может и опустить его на самое дно. Поэтому, например, все подвижники православной церкви, все умные люди говорили прежде всего – береги свой ум! Ум свой береги! Не давай ни в коем случае своим мыслям заниматься гадостями. Да даже пустотой! Итак, первое, что необходимо – максимально, насколько возможно, ограничить себя в том же интернете, в том же телевидении, в тех же внешних впечатлениях. Именно всё то, что действует на меня. Поскольку, ещё раз говорю, мы можем заложить в подполье в своё или дохлую крысу, или благоуханные цветы. От нас зависят. Благоуханные цветы можно заложить. Серафим Роуз, например, писал, все те, кто воспитывались, например, в семьях, на классической музыке, они просто не могут уже выносить вот эту, знаете ли, такую попсу, знаете, вот этот тяжёлый рок и так далее. Просто не могут выносить уже. Не принимает душа. Вы слышите, как интересно? Какие вещи? Так же, как порядочный человек не может смотреть на какие-нибудь отвратительные, безобразные картины. Это первое, что нужно обезопасить себя. Насколько это возможно? А эти возможности у каждого человека есть. Я могу включить что-нибудь, а могу – нет. Интернет включили, тут выскакивают всякие. Можно закрыть, а можно погрузиться. О, как много зависит от моего отношения. Второе, второе, это даёт церковь верующему человеку. Здесь я просто говорю о психологии сейчас. Просто о психологии. Это вам скажет любой психолог, то, что я сейчас сказал. Второе, я бы сказал, чисто православные, нужно начать учиться, молиться. причём молиться ни о здоровье, ни о благополучии, ни об оценках, ни о мужа, ни о жене, ни об успехах в бизнесе или в прочем каких-нибудь вещах. Это всё материализм и язычество. А молиться о чём? Господи, прости меня, опять я обманул. Ну, надо же это! Господи, прости, ну, что же я осуждаю другого человека? Сам же я не лучше. прости меня. И так далее. Очищать надо душу вот от этих вещей, которые на церковном языке называются грехом. На другом языке, ну, как вам сказать, любой грех, надо запомнить, грех – это та рана, которую я делаю себе сам. Грех – это рана. И нужно быстрее сразу лечить. Что я сделал? Сразу помазать её целительным бальзамом покаяния. Это второе. Ну, и если, конечно, имеется возможность, то надо бы, конечно, постараться, насколько возможно, сопоставлять свою жизнь с Евангелием, с Новым Заветом. Вы почитаете апостолов, как они здорово пишут о том, призывают, каким человек должен быть. Посмотрите, какие. Говорят, будь добрым, будь рассудительным. Представляете, рассудительным. Будь терпеливым, будь великодушным, будь милосердным, будь сострадательным. Всё сводится к чему? К одной мысли, которой сказал Христос. Не делай другим того, чего не хочешь себе. О! Я думаю, вот если так поступать, я думаю, будет очень большая польза. Можно ли обойтись без веры в Бога, но при этом верив в свои человеческие силы и способности? Да. Хорошо. Хорошо. Дело-то в том, когда мы говорим «вера в Бога», то мы подразумеваем под этим систему правильной жизни. Правильной жизни. То есть, жизни какой? Полезной. То есть, жизни какой? Хорошей. Правильной, хорошей. Правильной жизни. Так? Но Кроха сын пришёл к отцу и спросила Кроха «А что такое хорошо? А что такое плохо? Как узнать?» Ницше, например, вы слышали или нет? Был такой германский философ. Говорил, больной – это паразит общества, и от них надо избавляться. Христианцы, говорит, что вы, надо с милосердием отнести человеку больному, проявить любовь. Это же твоя мать, твои родители, твои братья, сёстры. Любить надо, а Ницше – паразит. От чего зависит? Человеческие какие ценности? Кстати, скажу вам, когда ввели предмет светская этика, это какая светская этика? Кого? Кого? Ницше? Светская? Светская. Маркса? Светская? Светская. Представьте себе, если никакого Бога нет, никакой вечности нет, моя личность, то есть я, умираю вместе с телом, и все умрут, да в конце концов, мне всё равно, как жить. Что это такое нравственность, что за чушь такая, совесть, что за выдумка эта, что за глупость? Вы понимаете? Поэтому невозможно без мировоззрения идти правильным путём. Если я действительно верю, что личность неуничтожима, что есть Бог, есть действительно ответственность, которую я переживу, и все переживают, о, я буду вести себя одним образом, а если ничего не будет, бери от жизни всё, взял, и закопали тебя. Другое совсем. Поэтому мировоззрение высшей степени является необходимым для человека, чтобы именно иметь правильную жизнь, хорошую жизнь. Знать, что такое хорошо и что такое плохо. Надо знать. Тогда будет другое дело. – Раньше была святая Русь, да? – Русь была святая? – Русь была святая, да. – А вы знаете, что это такое или нет? – Ну… – А? Что? – Так, дальше, ладно. – Ну, все люди были. – Поговорим об этом. – Все люди были? – Ну, не все, но… – Вы что? – Вы что? Вы историю, значит, не читали? – Ну, как важнее будет для нас, как бы, опять вот, такое цвятое? – Хорошо, я понял. Насчёт Святой Руси, я… Понимаете, что дело? Этим термином пользуйтесь, хорошо, но необходим верное понимание. Вы представьте себе, когда было эти удельные княжества, вы знаете, что творилось? Один князь с образом спаса нерукотворенного, другой князь с образом Пресвятой Богородицы друг на друга шли и убивали друг друга. Удельные князья, вы почитайте историю, что творилось. Это Святая Русь. Друг друга. Битва прикалки. Вы знаете, 1224 какой-то год, как это была разведка только, тогда монгольских их пришли. Их встретила группа наших удельных князей. И что произошло? О, какая трагедия! Один князь, я иду сейчас на них. Ну, иди. Другие стоят и ждут. И он своей дружиной смелых людей, сильных людей бросается на это. И их изрубают в куски всех. Другой – я пойду! И так одного за другим. Там поняли разрозненные люди, оказывается. – Какая гордыня! Я! Разведка удалась очень здорово. После этого двинулись основные силы, и началось покорение Руси, которое длилось несколько сотен лет. Святая Русь. Не в этом стоит святость, что они все были святые. Совсем другом. Святая Русь. Если такая, то избави Бог. Святая Русь состояла только в одном, что, несмотря на все те, я бы сказал, грехи и преступления, которые мы творили, я говорю, мы – это наши предки, я поэтому называю так, в нашей душе всегда жило, жило чувство, «Какие гадости мы делаем! Господи, прости нас!» В нашей... Чем характеризуется психология русского человека? Вы читайте Кирьевского. Иван Васильевич Кирьевский был такой философ 19 века. У него прям даже статья есть замечательная о просвещении Европы и просвещении в России. И он пишет, чем отличается русский человек от западного. И усмотрел самую суть русский человек всегда ощущает свою недостаточность. Западный человек, напротив, всегда доволен собою. Я в этом, вы знаете, убеждался. Вы себе представить не можете. На международных конференциях, где-нибудь в Европе, в Америке, я убеждался много раз. Выскакивает какой-нибудь вот такой юноша в юноше, и начинает нам, которые уже, знаете, профессора, доктора, кто из трибуны начинает нас учить, как нужно жить, решать проблемы. Мы просто, я помню, наши русские делегации изумлялись, разговаривали. Мы стесняемся сказать даже, а тут мальчишка обучает бесстрашно всех направо-налево. Западный человек всегда доволен собой. Это довольство убийственно. Русский человек всегда ощущал, что он совсем далек от того совершенства, которое открыла ему его святая вера. И вот это осознание, осознание того, что я совсем не тот, кем я должен быть, что я должен поэтому только трудиться, чтобы стать таковым, вот в чём святыня его была. И вот благодаря чему действительно в нашем народе было так много святых людей. Вы говорите, будет ли это возрождение? Конечно, не будет! Конечно, не будет! Вы разве не видите? Надо же не закрывать глаза, а смотреть, что происходит! Конечно, нет! Нет! Вы что, не читали апокалипсисы никогда, что будет? Вот это и будет! Посмотрите, что творит Америка, что творится Трамп. Отменяет одно за другим все договора. Снимает все препятствия, развязывает руки. Что происходит? Только! Конечно, не будет! Ну, что вы! Всё мечтаниями мы занимаемся, вместо того, чтобы жить реальностью. Надо жить реальностью. Что сейчас мы можем сделать? А вместо этой реальности мы мечтаем, будет белый царь! И что он сделает? Если вы только посмотрели, что было при царской власти. Я вам пример просто один приведу, чтобы вы знали. В 1872 год Митрополит Киевский Арсений пишет, церковь подвергается гонению и угнетению под видом лукавого попечения о ней. Это было при царе-батюшке, о котором часто говорят люди, ничего не зная. А если вы посмотрели, что писали наши святые при этом, что писал святитель Филарет, что писал святитель Игнатий, что вы! Вот вам, пожалуйста, та царская, я говорю, власть. Причём считаю, что царская власть – это лучшее социальное устройство. Вы слышите? Ну, что, оказывается, как загнивало даже это лучшее! А уж когда началась так называемая демократия и прочее, то и говорить нечего, куда всё потекло. Нет, не будет. Будем лучше сейчас делать всё то, что можно делать. А мечтать не надо. Так, пожалуйста. Современному православному христианину стоит ли на показ показывать свою веру и исповедовать её в общественных местах? Приведу пример простой. В детстве, в воскресной школе объясняли, что когда на Руси проезжали к ним или проходили мимо храма, обязательно останавливались, крестились. Я видел, встречал людей, которые, например, проезжая на электричке и в виде храма, вставали и крестились. Насколько это правильно или неправильно важно? Спасибо. Вы знаете, есть на Руси такая пословица «Нет ничего хуже, когда крест наружи». Это в отношении вот этого вот, я бы сказал, когда человек внешне показывает своё, так сказать, ну что ли, благочестие. Иногда, может быть, действительно, но вот такая вот нарочитость, что на каждом, знаете ли, углу, что называется, креститься и прочее, я думаю, что не стоит. Господь даже так сказал, хочешь помолиться? Помнишь, что говорит? Иди в дверь, затвори, там двери, чтобы никто не видел тебя. Поэтому, мне кажется, демонстрировать свою такую, свою там веру или ещё что-нибудь, да ещё перед лицом, может быть, людей, которые настроены неизвестно как, так, по-моему, не стоит. Ведь есть же хорошее, сильное предупреждение. Не мечите бисера перед свиньями. Помните? Во когда же! Во когда же! Чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Зачем это делать? Не нужно! Пожалуйста, вы хотите? Кто вам мешает про себя? Да, пожалуйста! Увидели храм? Господи, помилуй! Господи, благослови! Но некоторые очень уж любят это внешне. Обязательно надо внешне всё это сделать. Внешне перекреститься. Мне кажется, что чем скромнее мы будем вести себя, тем мы гораздо правильнее поступим. Мне так кажется. – Как вы считаете, как нужно воспитывать детей в современной православной семье? – Строго параллельно с самими собой, начиная с себя. То есть, то есть, никогда при детях никого посторонних не осуждать, не ругать, не показывать свои неприязни. Напротив, если можно, защищать, оправдывать. основным принципом христианства является любовь. Кому? Ко всем. Чем мы развращаем детей? Встретили гостя, так? С ними улыбаемся, хорошо ушли, они – наконец-то! Надоели! Ух, а эта дверь такая, реально такая, ребёнок слушает, ничего понять не может. Так хорошо вели себя! Говорили приятные слова, только они ушли и уже обрушили. О, какое, какое разлагающее прям действие производим мы тогда на детей! Всё! Мы убиваем прямо самую суть ребёнка! Нужно быть чрезвычайно осторожным в своих суждениях при детях, в своём поведении при детях. Поэтому, если вы хотите сказать, как, то прежде всего нужно воспитывать себя. Себя! Я не могу научить играть на скрипке никого до тех пор, пока я сам не сумею играть на ней. Неужели мы этого не понимаем? Вот так! Это самое первое и необходимое. Самое первое и необходимое. На это, кстати, никто не обращает внимания. Все учат детей, учат их! Все учат их! Я всех учу! Себя не могу никак научить! Вот беда-то! Вот беда! Я вам скажу, это самое страшное. И если об этом только помнить будет, то тогда, я думаю, просто вам душа и разум подскажут, как вам реагировать на поведение детей, когда мы будем себя стараться держать в русле заповедей Божьих. Это первое и основное. Ну, а так говорить на эту тему много. Можно уж? Я уж воздерживаю. Следующий вопрос. В лекции вы сейчас озвучили, что духовный закон состоит в том, что развращенным посылаются скорби. Но в притче о богаче Лазаре кажется, что посылались скорби Лазарю, хотя он не был развращен, а богачу наоборот нет. Справедливо ли это для каждого человека? Нет, нет, конечно. Я это высказал в самой общей форме, без обозначения того, какие обуславливают нашу, так сказать, земную жизнь. Я сказал только об одной стороне. Очень важна еще одна сторона. В каком состоянии мы находимся сами. Сами. Заключается вот это в чем. Что человек может внешней стороны есть нравственная сторона, а есть духовная сторона. Не смешивайте, пожалуйста, эти два совершенно разных положения, что ли. Нравственная сторона касается поведенческой стороны. Не убивай, не обманывай, допустим, так, не лукавь, не притворяйся, то есть то, что все видимое, не ругайся, так? И все это, вы знаете, это все нравственная сторона, которая очевидна для окружающих людей и очевидна и для самого человека. Потому что все это выражается или в слове, в поведении, в поступках. Это нравственная сторона. А есть духовная сторона, которая заключается в другом, в том, что у меня происходит в мыслях. Я могу кого-то любить, кого-то ненавидеть. я могу кого-то презирать. Я могу кого-то внутри себя никто не видит, не знает. Могу осуждать. Я кому-то могу завидовать. Я могу гордиться. Я могу тщеславиться. Причем никто этого не видит. И я никого не обижаю этим. Вы слышите, никого. Я никому не приношу никакого вреда. Я просто жажду похвалы, славы, так это духовная сторона. Так, вы знаете, вот еще говорят иногда, а я никому зла не делаю. Хорошо, а что ты делаешь доброго? С чем борешься лиц, с какими вещами, которые являются чрезвычайно опасными для человека? Вы обратите внимание, в Евангелии Христос ни разу не сказал, даже такого не сказал, горе вам убийцы, горе вам воры, горе вам блудники даже. Но непрерывно что говорил? Горе вам лицемеры, горе вам фарисеи, горе вам законники. Что такое? Все основное его основное его слово как обличительное слово в чем заключалось? В том, что он говорил, что внутри человека происходит. Вот это внутреннее лицемерие, лукавство, самомнение и так далее. Вот на что обратился внимание. А с внешней стороны мытаря этого обманщика поставил в пример фарисею. Даже неделя поста называется мытарей-фарисеей. Более того, к Закею уже начальник мытарей, то есть сборщиком налога, к нему в гости пошел. Представьте себе, даже так, то есть есть вещи нравственного порядка, есть духовного порядка. Так вот, самое страшное, что действительно, во-первых, и прежде всего страшное, это, конечно, нарушение внутренней нашей грехи, духовной нашей грехи. Вот поэтому и все то, что происходит в нашей внешней жизни, оно обусловлено не только нравственными нашими проступками, но и духовным состоянием нашей души. причем как обусловлено, я вам скажу, вплоть до природных даже событий. Даже природных событий. На Руси всегда говорили, вот голод наступил, или там без дождя, засуха, чем-то мы пригрешили, надо каяться быстрее. Это доходило до людей, потому что и сами природные даже явления, они оказываются прямо зависимы от нашего духовного состояния. Вот так в этом смысле духовные законы действуют. Нельзя судить только по нравственной стороне. Мы не видим души еще человеческой, а что там происходит. С нравственной стороны человек может быть все нормально, а что внутри у него? Он может исполнен гордыни и самомнение. А таких знаете, что говорят? Святой – сатана. Нравствен он, пожалуйста, само благочестие, а внутри пронизан властолюбием, самомнением, жаждой похвалы. Вот какие вещи! Поэтому нам очень трудно здесь ориентироваться, когда разбирать, почему там происходит то или другое. Поэтому и богатство или бедность – бедность, они по законам духовным вполне соответствуют нашему, нашему, ну, я бы сказал, духовному, духовному именно состоянию нашему. Мы рождаемся даже разные. Мы даже рождаемся разные люди. Это надо тоже учитывать. Знаете, как вот рождаются есть волки, а есть овцы. Правда? Так и люди тоже рождаются. Есть волки, а есть овцы. Даже рождаются! Вы слышите, какие вещи-то? Это же мы видим на лицо. Поэтому и внешняя жизнь, она обусловлена вот такими факторами и законами духовными, и теми природными даже данными, с которыми рождается человек. Ну, вот так примерно. Благодарю вас! Спасибо! Помоги вам!